Стать учителем именно начальных классов я захотела с самого детства, когда только пришла в школу, в первый класс. Татьяна Пантелеевна Иванова, она вселила в меня вот эту веру какую-то в учителей, то, что они могут быть заботливыми, понимающими. Не только, да, вот как все считают, учителя должны учить. Нет, все-таки с учителями дети проводят большое количество времени, и поддержка от учителя для многих учеников, она очень важна. Проходя здесь практику, я немного познакомилась с коллективом, я участвовала в уроках. Сперва я просто сидела, смотрела, как учителя проводят. Потом мне давали сперва один урок провести, потом два. И в какой-то момент я уже стала заменять полноценные дни. Это бесценный опыт. Конкурс был всероссийский, назывался он «Лучшие педагогические практики». То есть там именно надо было представить то, какую методику ты придумал для того, чтобы дети запомнили тот или иной материал. Я использую на уроках карточки с заданиями. Они буквально идут на 5 минут, но в них как раз-таки есть прошедшие темы. То есть, допустим, мы проходим новую тему, а старые они уже потихоньку забываются. И вот такие карточки с маленьким заданием, они помогают помнить все то, что мы прошли. Учитель должен выслушать. Детям сейчас очень интересно чем-то поделиться, им хочется что-то рассказать. Мне там что-то приснилось, я там сходил куда-то на выходных. Им это важно. Им кому-то хочется это все рассказать не только друзьям, но старшему. И когда их выслушиваешь, они в тебе видят какую-то родственную душу, что ли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!